привет братишки меня зовут лев ромацена я нахожусь в цитадели творчества и работы ну а групп в но ахуле как тебе быть блогером охуенно очень круто мне безумно нравится у тебя есть хейтер да есть есть очень жесткие хейтеры есть один человек который вконтакте через каждый второй пост пишет гневное сообщение на тему того какой уебок и ну там оскорбляет всячески я даже не могу зайти туда мне скидывают оттуда посты и я такое думаю ну блин мне тебе жалко брать брата я боишься летать на самолете пиздец потому что это крылатая нахуй смерть если будет только один выбор кого выберешь путина шутка славика почему я потому что это мой братишка мне очень помог в самом начале так скажем мы моего пути как остановление как кальянного мастера так и в блоге он мне но нормально так поджопу надавал если у меня правильно поняли а вы меня поняли что находишься в тени славы и не можешь полноцельно стрельнуть нет 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 мне вообще все безумно нравится то что сейчас происходит если а ты имеешь ввиду про слова а нет абсолютно нет я иск я иск я искренне за славика рад я вообще не умею по черному завидовать ну просто я такой человек табак наш или север наверное ближе северный если производители которые так и не дождались обзора до дохуя штук 20 блять это это пиздец потому что я не могу делать 12 больше чем 12 обзора в месяц из в целом нагруженности и поэтому у меня недавно я щас немножко до раскрою эту тему меня недавно должен был быть запись обзора на табак за нью и я выложил в историю то что я скоро буду снимать обзор и мне пишут блять как у нас уже аромки нахуй не те у нас уже нету 100 граммов у нас теперь он ли 40 давай мы тебя позаново пришлем ну то есть я уже проделал работу и по сути и проделал зря там сценарий написал вот но это мне немножечко аукается из-за того что вот у меня такой формат видосов не стыдно смотреть в глаза либо отвечать на сообщения производителям которые не дождались обзора но мне немножко дискомфортно я чувствую за собой определенную ответственность но я каждого производителя всегда предупреждаю что они встают в очереди когда так скажем их очередь подходит я им сообщаю чуть заранее вот какой продукт пришлось нахваливать но тебе он не понравился таких продуктов нет вопрос от подписчиков так где твой отец почему мама всегда вка саша и меня батя оставил нашу семью когда мне было наверное года три вот он недавно объявился и но типа мы с ним встретились он очень типа волновался типа сказал то что вот так надо было и я в принципе вошел в его положение вот но типа я не я не чувствую что что то у меня там внутри там меняется когда его увидел там в первый раз там пару лет назад в москве вот мы встретились но типа это не не есть какая-то травма меня мама очень крутая женщина и я ее безумно люблю она мне дала все лев спасибо за маленькое интервью здесь возможно и запулить какую-нибудь рекламочку или что нибудь от себя например это предстоящие анонсы поездки смены почта бородишки я под конец декабря готовлю достаточно большое количество контента мне пришлось расписать просто ебейший контент план среди которых будет в конце короче подписывайтесь на мой youtube канал вот скоро выйдет два крутейших обзора мы перестали делать вставки из интернета мы снимаем их сами то есть делаем все на очень крутом уровне стараемся делать с юмором поэтому буду рад вас видеть на своем канале and original что это за знак был бы ли такое нихуя память черепашки ниндзя